Практическая психология Практически и педагоги, и родители боятся вообще эту тему затрагивать. Они просят, чтобы психологи, мы пришли в школу, провели родительское собрание, чтобы мы поговорили с детьми. Ну, оно и правильно, да, наверное, что если ты психолог, если ты в теме, то, пожалуйста, будь добр и донеси до детей, до родителей эту информацию в потребном виде. И вот хочется сегодня с вами об этом тоже поговорить. Давайте сначала, наверное, с корня причины, которые толкают детей, наших подростков, к этому крайнему шагу. Да, конечно, выявляют и социально-психологические причины, к которым относятся непонимание в семье, недостаток внимания, теплоты, чувство эмпатии. Эмпатия – это чувство сопереживания, поддержки. Тем более, когда ребёнок находится в возрасте подростка или тинейджера. Чем характерен этот период возрастной? Тем, что ребёнку важна сепарация, то есть отделение от родителей. И благодаря вот этому отделению он становится личностью, потому что он уже мыслит самостоятельно, ему нужна свобода. И проверить себя в деле, кто он такой, кем он является и что он может достичь в своём возрасте. Поэтому они немножечко иногда хулиганят, как-то проявляются. И случайно могут вступить в какие-то группы, например, которые можно найти в интернете, попасть, стать заложником вот этой сети. То есть они думают, что они свободны, но на самом деле они приобретают какую-то зависимость психологическую. Даже там есть такой девиз, да, хватит быть послушным или что-то такое, да, хватит подчиняться. То есть, да, это уже призыв подростку, что хватит, что тобой управляют, начинай жить своей собственной жизнью, да. А опыта ещё мало. Да, точно. И зачастую они говорят, это мой выбор, я так хочу, я так решил. Но, однако, не является ли его выбор чьей-то манипуляцией? И поэтому здесь, конечно, нам надо разобраться, что такое суицид, да, суицид, суицидальное поведение. Это кризисное проявление личности. То есть личность решает свести счёты с жизнью, при этом выявляют некоторые моменты. Это прежде всего личностные особенности, дальше ситуация, в которую попал ребёнок и провоцирующие факторы. Что может являться, да, провоцирующим фактором? Личностные особенности, это мы чаще всего говорим, это, например, уже, да, такие психогенетические, да, какие-то, например, да, есть моменты. Ну, это, конечно, да, но тут важно поправочку внести, что суицид не передаётся по наследству. Это просто свойство нервной системы, например, возбудимый тип нервной системы, да. Например, ну, давайте представим холерика. Он быстро возбуждается, загорается, и, допустим, ребёнок с таким темпераментом теряет дружбу, теряет любовь, он становится одиноким, и часто вспыхивает, его агрессия направлена во внешний мир, например. Он получает постоянное замечание, какие-то упрёки, ты нехороший, ты плохой. А если у него сформирована морально-нравственная граница, то есть он чётко понимает социальные нормы, то эту агрессию он будет оборачивать против себя, да. И даже если коснуться исторического фактора, да, например, всем известный Фрейд, он говорил, что суицид – это, конечно, тяга к смерти, то есть тонатос. И дальше, когда он в более взрослом возрасте, Фрейд считал, что суицид – это агрессия, направленная против себя. Аутоагрессия, да? Да, вывернутая наизнанку – это его дословные слова. Поэтому вот так вот, один из факторов. Хорошо. Это мы сейчас про личностное, да? Да, про личностное. Качество. А ребёнок попадает в какую-либо ситуацию. Это когда что происходит, например? Это может быть связано с семьёй, это может быть связано с социумом, да? Да, давайте рассмотрим так же. Подойдём к научной точке зрения. Был такой учёный Магнусон. Он предложил рассматривать ситуацию с пяти точек зрения. Первое – это стимул. То есть что явилось стимулом, например, у ребёнка, который играл в компьютерные игры? Ну вот он где-то увидел какую-то картиночку, его что-то там заинтересовало. Вот это появилось стимулом. Дальше. Второй момент – это эпизод. Как часто эти эпизоды проявлялись в его жизни? Раз, два, три – ой, что-то затянуло. А давайте-ка с кем-нибудь обсудим. Поэтому третий момент – это временные, пространственные временные характеристики. Рассматриваем, понятно? Понятно, да. Следующий – сеттинг или окружение. Кто его окружает? Вот как говорится, скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. Поэтому все черты подростков, тех людей, бабушек, дедушек, с кем он общается, вот часть этих черт характерологических он принимает на себя. На себя. Тебя затянуло. Другому подростку это неинтересно. Он бы даже просто, может быть, проигнорировал. Он тоже спортом занимается, потому что у него есть музыка, есть любимые, например, родители, любящие его. Но беда в том, что даже люди, которые могут увлекаться, иметь спортивное достижение, то есть увлекаться чем-то, да, они могут не справиться с этой ситуацией. Она будет являться трудной. Почему? А потому что если они попали в компьютерную зависимость, вернее, в зависимость этих адептов, у них теряется, у них возникает страх. Понимаете? Страх. Потому что нет своего еще жизненного опыта, да? Точно, да, совершенно нет. Жизненного опыта, и нет рядом человека, который мог бы поддержать. Адекватно объяснить, что этого не надо бояться, или прекрати просто выйти из этой ситуации, и все будет идти своим чередом, да? Они боятся родителей своих, боятся об этом сказать, боятся вообще об этом говорить. То есть родители даже сами боятся говорить о смерти. Есть и целая наука, тонатос, да, тонатоология. Да, но только изучается она в специальных учреждениях. Да, да, выше. Действительно. Поэтому просто родителям, подросткам, да, педагогам даже, я говорю, педагоги даже кричат о том, что мы не можем говорить, мы не знаем, как правильно говорить с нашими детьми об этом. Да, пусть педагоги повышают свою квалификацию и ходят на курсы, например, в медицинский университет. У нас есть прекрасные курсы, где они могут обучиться и диалогу, и попрактиковаться в деловой игре, в тренингах и так далее. Значит, мы с вами вернулись к тому, что, это вторая часть была у нас, да, ситуация какая-то. Да, ситуация. В которую, например, был погружён ребёнок. Я бы хотела поговорить о страхе. Страх бывает трёх видов. Он нам достался от предков по наследству. Это хорошо, что у нас есть страхи. Это здорово, потому что они нас уберегают от опасности. Но чём может быть угроза для ребёнка, который попал в сетевой, извините, бизнес? Потому что он стал объектом влияния. Значит, первое, это спасение бегства, то есть реакция на страх. Второй страх, вторая реакция на страх, это, наоборот, сражается человек, преодолевает себя. А нет, я испытаю это, нет, я сделаю, я смогу, я справлюсь. То есть вызов такой своего рода для себя. Да. Если даже вспомнить боевую ярость древних, если вы почитаете различных викингов, то есть они могли даже сражаться с нанесёнными смертельными ранами. И третий вид страха, это полностью парализованная воля. Вот к чему стремятся вот эти адепты, парализовать волю, сделать наших ребят, подростков, управляемыми. Манипулировать. Манипуляция, да, чтобы получить какую-то выгоду для себя. Или конечный результат, который они перед собой поставили. Конечный, финальный результат, совершенно верно. То есть это своего рода такой спектакль, да, кровавый спектакль, который пытаются разыграть на просторах интернета и на просторах жизни. Это жёстко сказано, возможно, это, конечно, социопаты, то есть какие-то изменения личности, да, кто вот этим занимается. Возможно, это какие-то, не знаю, люди специально обученные, проведящие какие-то... Но это только лишь наши догадки, да. Да, это только наши догадки, но явно, что у них проблема с морально-нравственной границей. И получается, что они вербуют детей, вербуют, потому что за счёт этого страха. То есть если ты сейчас так не поступишь, значит, твои родители пострадают, твой младший брат или сестра, мы сделаем то-то, то-то. То есть они угрожают, вычисляют адрес, там, через АПИ, да. И, соответственно, дети пугаются. Да, действительно. А если ты ещё не окрепшая, да, личность, да, которая, в принципе, живёт, ну, тем, чем живут его сверстники, не имея определённого жизненного опыта, конечно же, с тобой легко манипулировать. Хорошо, спасибо, Лена. Давайте сейчас поговорим о видах суицида. Да. Выделяют три вида суицида. По одной классификации три, по другой два. Ну, я рассмотрю там, где три вида. Три вида. Первое – это аффективный. К нему подвержены люди эмоционально неуравновешенные, эмоционально незрелые. Что является причиной? Какой спусковый крючок? Здесь сложно сказать. Но, конечно, были какие-то предрасполагающие факторы. Возможно, утомляемость сильная, возможно, эмоциональное выгорание, возможно, какой-то конфликт. Происходит быстрое зажигание, переживание краткосрочное, краткосрочное, которое обладает сильной, которое сильное и мощное очень переживание, они захватывают человека, и он сам не понимает, как это происходит. То есть тело, руки, ноги его не слушаются, они живут отдельной жизнью, и аналитической способности они утрачивают здесь свою способность. То есть анализ отсутствует. Невозможен. Да. Вот второй вид суицида – это шантажно-демонстративный. Вот к этому склонны очень подростки, да? Эмоционально также неуравновешенные. Это люди, и мужчины, и женщины, то есть и взрослые тоже в том числе, как они себя проявляют. То есть они не знают, как поступить иначе, поэтому они демонстрируют. На самом деле эти люди хотят жить. Поэтому они свои акты осуществляют в людных местах, либо они просчитывают ситуацию так, чтобы объект или взрослый увидел, заметил, чтобы их спасли. То есть где-нибудь под лестницей. Они до последнего надеются, что... Да, они до последнего надеются. И некоторые, мы ведь не знаем, кто не смог рассчитать всё это. То есть получился, что истинный суицид. Поэтому они происходят, даже если это в школе происходит, то так, чтобы ребята заметили. Или предварительно объявляют об этом, да? Да, пишут записки. Возможно, больше зрителей. Да, пишут записки, что вот так. Какой ещё вид? Это истинный суицид. К нему люди готовятся факторами, какие могут здесь быть. Это страх уголовной ответственности. То есть в основе его лежит страх. Чего-то неминуемого, да? Чего-то неминуемого. И намного больше, нежели страх смерти. Например, какое-то уродство, моббинг, буллинг, то есть психологическое давление в группе, когда человек лучше предпочитает уйти, чем испытывать такую душевную боль. То есть здесь самый главный фактор – страх и душевная боль, которая никак не преодолима, он не может её заглушить. То есть находится человек в глубоком стрессе, он перестаёт спать, ему не хочется кушать, либо наоборот проявляется аппетит. И, кстати, сейчас я перечисляю признаки, по которым родители могут заметить. В каком состоянии находится ребёнок. Да, отклоняющееся поведение. Это нарушение сна. Второе – это нарушение аппетита. То есть в любом его виде. Либо отсутствие, либо, наоборот, чрезмерное. Всё время не может наесться ребёнок, нет чувства сытости. Либо какое-то, может быть, пристрастие к каким-то определенным видам продуктов. Дальше алкоголь, много сигарет. То есть каждый день, как последний, да, ребёнок проживает. Страшно так даже я произношу, и даже самое страшное становится. Ну да, тема, конечно, серьёзная очень. Но тем не менее, говорить об этом нам с вами надо, надо, чтобы родители понимали обо всём происходящем, что нас с вами окружает. Следующее – это внешний вид. Либо ребёнок становится очень таким, очень любящий чистоту. Вдруг неожиданно, да? Вдруг неожиданно. Либо же он становится чрезмерно неряшливым. Может девочка волосы не заплетать, юноша может не бриться. Может быть, это, конечно, дань моде, но то, что это небрежность, какая-то неряшливость. Те увлечения, которыми ребёнок раньше занимался, он резко прекращает заниматься своим хобби, прекращает развиваться, ограничиваются контакты. То есть если вы заметили, что что-то не так, нужно обратить на это в первую очередь внимание, выяснить, в чём дело. Потому что по отдельности эти симптомы не говорят, а именно, что да, ваш ребёнок там собрался кончать жизнь самоубийством. Это может быть вследствие чего-то другого. Например, влюбился, и любовь оказалась безответной пока ещё, да? Пока ещё не ясно, да. Мы можем только предполагать. Мы не знаем. Поэтому надо разговаривать со своими детьми. Обязательно, да. Нужно поддерживать, разговаривать. Причём не обязательно. А давай мы поговорим про суицид. Так нельзя делать. Нет, конечно, темы должны быть отвлечённые совершенно, какие-то нейтральные, про жизнь. Вы можете даже рассказать в третьем лице про какого-то персонажа, про какой-то фильм, допустим, ну, частично затрагивающий эту тему, которая вас волнует, и спросить его мнение. То есть сейчас так поставлен наш темп жизни, что он очень ускоренный, поэтому нам некогда общаться с нашими детьми. Но тем не менее, нужно находить возможности хотя бы 10-15 минут уделить своему чаду внимание. Вот сегодня буквально, вот я шла по таким впечатлениям к вам на передачу, женщина закрыла своего ребёнка в машине несовершеннолетнего. Это примерно возраст 3-4 лет. Она была пристёгнута, девочка. Я стояла 12 минут, ждала. Затем я увидела в машине номер телефона, развернут, как будто бы вот специально. Я позвонила по этому номеру, взял отец девочки. Женщина вышла. Я, конечно, сказала ей о том, что я думаю. Это же ответственность. И если бы она закончилась печально, то она бы понесла уголовную ответственность. Да. Да, к детям надо относиться. Да, очень-очень ответственно. Это действительно. Ну, конечно. Если в 80-е годы, в 70-е дети бегали на улице, совершенно спокойно выступали, там какие-то организовывали спектакли, сейчас время изменилось. И наши дети нуждаются в большем внимании и разъяснении. Да. Хорошо. Лена, я вас услышала. Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас, возвращаясь к теме, вчера решила посмотреть на... зайти вот на те самые сайты, те самые группы, которые очень многие сейчас озвучивают для того, чтобы вот посмотреть. Во-первых, наверное, нужно объяснить родителям, что надо контролировать процесс вообще общения интернета и ребёнка, в каком бы возрасте это ни было. Вот какие-то есть уже такие готовые рецепты у вас, как можно контролировать подростка? Ну вот я просто сейчас на своём собственном примере расскажу, что у меня подросток тоже ему 14 лет. я вообще всегда захожу на его страничку, смотрю, в каких он у меня группах, я смотрю, какую он музыку слушает, я смотрю, какие картинки там появляются, что он постит. Я смотрю у него тщательно всегда друзей. То есть кто это, что, расскажи мне, покажи, объясни. Конечно же, я наталкиваюсь иногда, мам, ну ты чего? Ну, тем не менее, мне это интересно, потому что мне интересна твоя жизнь. Просто вчера зашла на депрессивные вот эти группы, и действительно, даже взрослого человека это вводит в состояние депрессии, потому что, сами понимаете, что очень прилипчивое, да, вот это, если ты читаешь в каждом посте о том, что там жизнь, да, сложна, там жизнь – это боль, там ещё, ещё, ещё чего-то, то, чем больше ты погружаешься во всё, в это чтение, во все эти картинки ужасные, чёрные, тёмные, я бы так сказала, да, то хочется, вот мне, взрослому человеку, хочется оттуда бежать и понимать, что нет-нет-нет, только не это, вот, да. А у ребёнка ещё нет вот этой внутренней защиты. Да, конечно, нет чувства, и понимания смысла вот этой смерти, вообще чувства смерти нет. Угу, бывает такое. Ну что, тем не менее, да, значит, каким образом мы можем контролировать эти процессы? Значит, во-первых, дома, да, я всегда говорю, что человек взрослый, он всегда должен изначально дать понять ребёнку, что он главный в этой ситуации. Если отец или мать запрещает, например, там, после десяти быть в социальных сетях, то я думаю, что это, в принципе, ну, при правильной договорённости, при правильном воспитании, это доступно и возможно, да? Потому что читаешь, например, комментарии, читаешь статьи и понимаешь, что очень многие дети, они не только были далеки от родителей, но они ещё и было вот это состояние вседозволенности, вседозволенности, то есть я могу ночами не спать, я могу сидеть в этих вот самых группах, я могу быть в этом интернете, да, там, вставать там в 4.20, ещё что-то делать, там, да, куда-то бежать, куда-то, в принципе, ведь родители, да, они должны понимать, что ребёнок в это время должен спать. Что бы то ни происходило, восьмичасовой сон – это просто необходимость. Конечно, конечно, я согласна полностью с вами. Тогда, получается, зададим вопрос родителям, как так оказалось, что ваши дети бесконтрольно находятся у компьютеров? Как так вот вы повлияли на то, что ваши дети так долго увлекаются компьютерными играми? Почему? То есть вы тоже за контроль, да? Я за контроль, но здесь нужно всё-таки доверительное отношение. Если ребёнок озадачен, у него ряд вопросов, да, он что-то должен, то есть должен в смысле для семьи, то есть что-то сделать, для учёбы, для кружка для своего. То есть какие-то обязанности, если у тебя есть, да, конечно. То есть формирование чувства ответственности. У него не остаётся времени для пустяков, то есть вот для того, чтобы он чем-то там занимался и морально разлагался. Вы знаете, ведь некоторые игры, очень даже и полезные, развивают мышление, какие-то стратегические игры, шахматы, ну, скажем так, да, то есть виртуальные такие. То есть совсем ведь мы не можем, да, жизнь диктует свои условия, свои правила, да, и мы не можем с вами изолировать ребёнка от интернета, от социума, вот именно в такой форме, правда? Конечно, иначе над ним будут смеяться, опять же, будет трессинг. Сейчас очень много уроков задаётся тоже, чтобы сделать с помощью интернета, да? Но, тем не менее, родители, пожалуйста, интересуемся своими детьми, интересуемся, на какие сайты он ходит, мы интересуемся, что в группах у него появляется, кто у них в друзьях, да, есть. Да, я думаю, что здесь важно, у меня тоже молодому человеку, 18 лет, и к какому выводу я пришла, что когда вы знаете, то вы знаете, но не нужно постоянно ему говорить, а это что? А что это у тебя такое? А ну-ка расскажи мне эту границу. То есть ему надо быть курицей на сетке, да? Нет, это мы выстраиваем границу, и наоборот, этот человек будет прятаться, он, может быть, ещё какой-то сайт, какой-то ещё, вернее, создаст аккаунт, какую-то свою страничку, которую мы не будем знать. Поэтому нет доверительного отношения, то, что вы знаете, то знаете. И в какой-то момент вы можете поинтересоваться, опять же, косвенно, а что это, собственно, вот где-то я что-то там видела, то есть всё очень вести дипломатично. Сейчас всё чаще и чаще приводят детей на консультации, которые начинают причинять себе какие-либо боль, например, начинают просто резать, вот это не скрывать вены, а просто резать, например, кожу чем-то острым, или, например, что-то расколупывают всё время и сгрызают себя прямо до основания ногтей. Вот это является уже признаком того, что родителям стоит обратиться к специалисту? Обязательно. Что это за аутоагрессия? Конечно. С чем она связана? В основном дети как отвечают? Я просто попробовал. Нет, они отвечают по-другому. Я говорю, а зачем ты это сделал? А вот была душевная боль у него такая была, что ему легче было физическую боль испытать, чем душевную терпеть. Я говорю, ну ты понимаешь, что это же у тебя навсегда, ты такие царапины оставил, ну и что? То есть это нисколько не смущает? Нет, вот некоторых не смущает. Те, которые родители приводили на консультацию, их не смущает. Вот таким образом человек проявляет себя, делает кому-то вызов какой-то. То есть вот это, пожалуйста, один из показателей, что ли, причин совершения суицида. Ну вообще это, наверное, еще и своего рода, мне кажется, крик, да, ребенка, что обратите на меня внимание, кто бы тут ни был рядом со мной, педагог, это, например, одноклассники, или же родители, да, я в чем-то очень дефицитарен. У меня есть какая-то потребность, которую я сам не могу наполнить, да? Да, некоторые просят даже физического какого-то наказания от родителей, потому что просто родители игнорируют. В качестве наказания игнорируют, и все. Поэтому не просят даже, чтобы, лучше бы, говорит, меня отшлепал, чем таким вот образом меня мучил. Ну что, мы сегодня говорим на очень серьезную тему, как уберечь детей от суицида. Итак, если мы видим вот все эти признаки, которые выше перечислены, что необходимо делать? Давайте, что необходимо делать родителям, прежде всего. Конечно. Прежде всего нужно общение. Причем общение, оно сторонние темы, теплые какие. Допустим, обязательно организация семейного ужина. Нужно посмотреть, как часто мама или папа отсутствуют во время семейного ужина. Организовывать какие-то праздники домашние, да. Такие ритуалы, да, своего рода. Да, да. Традиции. Должны быть в семье традиции. Кстати, вот о традициях, здесь очень местно будет рассказать о падении Византии. Расскажите. Наверное, вам покажется очень странным, но это очень показательно, потому что в 15 век, середина 15 века не были соблюдены традиции. То есть Византия, она существовала, там тысячу лет это правление существовало, но не успели подготовить себе преемников. Нарушены были ряд традиций, в результате чего империя пала. И 50 лет вывозили вот эти вот сокровища, вся эта Европа вывозила, за счёт чего она обогатилась и стала развиваться. Но в смысле-то в чём? Народ стал отказываться от жизни, то есть было массовое самоубийство, потому что были нарушены традиции. Которые испокон веков, да, блюлись и соблюдались. Наверное, у них отобрали это всё. То же самое семья, да? То же самое семья. Если она крепка традициями, то там меньше, наоборот, больше шансов, что тебя обойдёт вот эта стороной, да, вот всё тяжёлое и сложное. Конечно, тем человек более счастливый, он находит поддержку, он знает, куда ему можно прийти, он знает, что его поддержат даже в какой-то сложной ситуации, сложной, трудной, которую он ещё в результате своего малого жизненного опыта не может решить. Вот. Хорошо, это семья. Далее, если всё-таки, да, вот я смотрю на картинку, родители видят, что ребёнок постоянно не высыпается, ребёнок демонстративно уже сообщает родителям о том, что он собирается уйти из этой жизни. Что делать родителям в такой ситуации? Немедленно всё бросить, немедленно просто. Прямо вот в этот же момент времени. И, конечно, знать, куда нужно обращаться, к специалистам, которые умеют работать с такими состояниями. И на самотёк ничего это не пускает. То есть не думать, что он просто меня пугает, да? Нет. Что если он говорит мне об этом, значит, он никогда этого не сделает. То есть как формируется суицидальное поведение? Вначале ведутся просто такие мысли у человека, такие они несколько пассивные, просто размышления о чьей-то смерти, фиксация на этих моментах. Дальше у него образуются замыслы. То есть замыслы, это значит, он фантазирует о чьей-то смерти, например. Дальше формируется уже намерение. Намерение — это готовность, но ещё не сами действия. То есть у него есть внутренняя такая составляющая, да, что он уже всё, он готов. И он начинает размышлять, а как он это сделает, какие-то там верёвки, не знаю, там что-то, таблетки, не будем говорить, да. Вот. Об этом. Но тем не менее, то есть ищет способ, ищет способ ухода из жизни, да? Ищет способ, да. И здесь такой показатель, что если родители вдруг что-то заметили, даже если они сходили к психологу на консультацию, и вдруг ребёнок неожиданно успокоился, это ещё не показатель того, что всё хорошо, потому что, может быть, он в этот период принял решение, что нет, он поступит по-своему. Поэтому здесь важно быть крайне внимательным, особенно если человек начинает раздавать вещи. Да, даже так, да? Да. Поэтому, то есть он уже... Или же вдруг, например, есть такие истории, когда невзначай, вроде бы там с бабушкой там сказал, обнялся, сказал, ну всё, может быть, не увидимся, там, да, ещё там, ещё с кем-то, ещё с кем-то. И родители никак не могли понять, что это... Как это так не увидишься? Да ты же всегда там с бабушкой по выходным встречаешься, например, да? Конечно. А ребёнок уже для себя определил и решил какие-то моменты. Да, главное здесь без паники. Не нужно тут рвать волосы на себе... И давить на ребёнка. Давить на ребёнка и сразу же вызывать всевозможные спецслужбы, да, чтобы спасти эту ситуацию. Важно взвешенно совершенно подойти к этому вопросу. Но ребёнку нужно внимание, поэтому возьмите отгул, посидите с ним, пообщайтесь. Да, может быть, даже проревитесь вместе, да, потому что ведь очень часто вот именно как раз таких подростков было бы неплохо вывести на такие абсолютно житейские эмоции, да, чтобы вот снять вот этот, как вскрыть вот этот гнойник, образно говоря, да, и дать в то же время опору на то, что ты можешь всегда на меня положиться, что я всегда буду рядом, я всегда помогу тебе, да. Это такие вроде элементарные вещи, но о них мы иногда и забываем. Хорошо. Есть ли у нас в Кирове суицидологи? У нас есть клинические психологи, у нас есть врачи-психотерапевты, ну и, конечно, психиатры, работающие с такими состояниями. Следовательно, вот именно этих специалистов и можно привлечь на помощь, да? Да. Хорошо. Ну, ещё немножко вернёмся и поговорим про интернет. Это не только способ связи, да, но и пространство, в котором мы живём. И здесь детей действительно подстерегают очень много опасностей. Так вот, что же мы с вами можем сказать? Например, совсем недавно мне на консультацию привели девочку, которая зачитывается историей про китов, которые выбрасываются вот тут в Австралии, выбросились там несколько тысяч китов на берег. И она это очень так всё романтизирует. Знаете, это так романтично. Вот они там плавали, плавали столько там, да, и вот тут как-то они вместе все приняли решение. Вот как правильно развернуть подростка не в сторону смерти, а в сторону жизни? Что нужно сделать нам, педагогам, психологам, родителям, да, даже коллегам, сверстникам? Развивать антисуицидальные факторы, то есть положительные, те, которые якорят человека, вот именно штук тяга к жизни, ему хочется жизни, развивает его и тянет к прекрасному, к творчеству, к созиданию. Ну, например, давайте прямо так, чтобы конкретно мы можем... Я уже называла, это семейная традиция, обязательно. Некогда умирать. Когда? Бабушке день рождения. Скоро там такой-то праздник, 8 марта, следующее. А он говорит, а для меня это не ценно. Для меня вот ценно что-то другое. Важно формировать поле будущего, даже если он видит, а зачем? А зачем, да, сейчас подростки. А для чего он в жизни? Да, я не могу просто озвучивать сейчас вот те вещи, которые говорят подростки, просто это неэтично. А зачем жить? То есть нужно быть готовым к этому вопросу. Следовательно, значит, человек должен взрослый сам, да, знать, зачем я это делаю, да? Да. Ну вот такой опять-таки пример, когда подросток говорит, ну, лучше быстро жить, да, ярко прожить, но пусть это будет коротко. Да, и вот тут начинаю, вот сразу же про себя думаю, вот сколько же поколений, представляешь, сколько поколений твоих предков, да, сделали всё для того, чтобы ты появился на свет. Вот мне кажется, вот эту значимость и ценность надо давать обязательно ребёнку прочувствовать, да. То есть когда-то ещё вот ещё даже в первобытном общинном строе твои уже пра-пра-пра-пра бабки и пра-пра-пра-пра детки делали всё для того, чтобы выжить, да, быть здоровыми, ну или какими-либо, но тем не менее, чтобы ты вот в 21 веке, там, в 20 веке появился, жил, и вот чтобы вот так вот рассуждал, да. То есть какие-то мы ищем всё-таки, правильно вы сказали, якоря и опору, что даже в подростковом возрасте, 14, 15, 16 лет, когда кажется, что мир просто весь против тебя, да, потому что там слишком много обязанностей, слишком много рамок, слишком... и тебе не даёт развернуться. Тем не менее, ты должен в этом выстоять, выжить и научиться быть счастливым. Да, точно. Я также говорю спасибо. Да, сколько предков жили, сражались за то, чтобы ты жил сейчас. Ну что, сегодня мы говорим на тему, как уберечь детей от суицида, и со мной эту программу делает Елена Емельянова, преподаватель кафедры психологии и педагогии Кировского государственного медицинского университета. Я продолжаю программу практической психологии, тему программы «Как уберечь детей от суицида». Лена, скажите, пожалуйста, вот мы начали с вами говорить про антисуицидальные факторы. Давайте продолжим эту тему. Да, давайте. Одним из направлений, также антисуицидальным фактором является приверженность родителей к вере. То есть, допустим, православная либо мусульманская вера, но та, которая традиционная, важно здесь очень понимать. Для семьи. Для семьи. То есть, это не фанаты религиозные, я отмечу, да, и не религиозные адепты, а вот именно просто православные там, либо мусульмане, то есть люди, которые чтят традиции. Зачем это важно? Я хочу объяснить. Потому что что такое кризис? Это когда старая модель поведения не работает, а новой нет. И человек висит над пропастью. Он не знает, куда дальше ему двигаться. Он не понимает, у него начинается внутренняя паника, он потерял внутренние опоры. И в это время вот как раз вот именно семья и вера помогают ему выбраться из этой ямы, чтобы не упасть в яму. Или опереться, да? Да, либо опереться. Могут быть ситуации чрезвычайного характера, да, не будем их описывать сейчас. Могут быть ситуации экстремальные, экстремальные, которые воспринимаются как чрезвычайные ребёнком. И так далее. То есть не будем их описывать. Вот, например, даже ситуация, да, жизнелюбивая, весёлая всегда девочка, да, и вдруг заметили, уже одноклассники заметили, что почему-то один раз пришла в плохом настроении, второй раз пришла в плохом настроении. Это уже, знаете, как вот прямо ком, да. Потом перестала следить за собой, потом перестала вообще общаться со сверстниками, да. И вроде бы все это видят и даже замечают учителя, и хочется поговорить с родителями, а родители не выходят на контакт. То есть, да, не берут трубки, никаким образом не реагируют на всё происходящее. Кто хочет поговорить с родителями? Ну, учителя, например, да. Вот это уже повод для того, чтобы бить во все колокола. Или же это подростковое пройдёт, а родители не выходят на контакт. Если педагоги уже реагируют, тогда действительно нужно об этом информировать. И вот тут как раз не пропустить бы, да, самые важные моменты. Конечно, что с родителями, что они так не обращают внимания на ребёнка. Ведь что такое дети? Дети – это зеркало семьи. Да, ситуация действительно так. Что происходит в семье, это же самое отражается и на наших детях. Хорошо, вот ещё по факторам будем что-то рассказывать нашим слушателям? Нет. Тогда прямо подошли к такой теме. Если, конечно, не дай бог, да, но если такое случается, что, например, вы становитесь свидетелем того, как ребёнок, подросток, ну, даже взрослый, да, делает, вот пытается сделать этот крайний шаг. И это всё происходит на ваших глазах. Ваши действия, какие они должны быть? Дело в том, что здесь человек может испытать шок. Тот, кто видит, он может подумать, что нет, почему именно я здесь должен, да, оказаться в этом месте? Почему я должен вмешаться в эту ситуацию? Этого не может быть. Вот, что делать? А, перестань, там начинается. Это такая паника, да, нет. Значит, если у вас есть под рукой телефон, немедленно вызывайте службы. С суицидальными состояниями работают психологи МЧС. МЧС, поэтому они обучены, вызывайте. Если вы не помните какой-то номер, звоните там 02, 01, звоните номер для того, чтобы вызвать специалистов. Дальше. Реагируйте. Дальше. Самое главное с суицидентом вступить в контакт. Это самое главное. Потому что вы можете быть в контакте, а он с вами нет. Почему? Потому что в его душе борется ряд мнений. То есть, если мы берём Шнейдермана, да, то есть, есть такой автор, он считает, что в душе суицидента происходит конгресс. Вот эти вот субличности начинают между собой спорить. Поэтому человек, он не решается ещё прыгнуть, либо он влезет в петлю, то он ещё не решается, потому что в его душе ведутся споры. Поэтому мы не знаем, сколько у него этих субличностей. То есть, мы-то думаем, что перед нами вот человек, он нас слышит. Нет, у него, можно сказать, образно, это Змей Горыныч. Там очень много голов, да, сердец и языков. Да, мы не знаем, к чему обратиться, поэтому мы обращаемся к тем субличностям, которые хотят жить. Звучит, конечно, очень странно. Как это, как распознать, да. Я человеку неподготовленному, да. Вот. Поэтому в любом способе вступить с ним в контакт. Это чаще всего неформальный способ. Дальше. Он обратил на вас внимание. Ведите с ним переговоры, ищите ресурсы. Ресурсы, что? Это то, ради чего стоит жить. То есть ресурс есть всегда. Помните об этом. Его надо активировать. Что такое ресурс? Это потенциал. Это то, что даёт какие-то силы человеку. Для того, что может, благодаря чему человек может преодолеть препятствия. Просто он не видит. Либо его заглушили вот эти внутренние мнения, заглушили, возможно, вот это знание. Это знание о своём ресурсе. Дальше. Когда он вступает с вами в контакт и начинает говорить, выслушайте его, не перебивайте. Ни в коем случае не спорьте с ним. Ни в коем случае. И не доказывайте свою точку зрения. Нет, если он говорит, что у него в шкафу живёт, там, не знают, привидение, пусть так и будет. Не спорьте, не говорите, что такого не может быть. Если он говорит, что его родственники страшные люди, не перебивайте его, не спорьте. Выслушайте его и найдите точку, благодаря которой можно развернуть ситуацию в противоположную сторону. И вот уже доводите вот эти переговоры до конца. То есть этому специально учатся. Но, тем не менее, бывает так, что необученный человек сталкивается с такой ситуацией, и чтобы не потерять эти драгоценные минуты до приезда, например, специальной бригады людей хорошо обученных, то бывает в жизни всякое. Да, ищем разные ресурсы. И они, как правило, задают вопрос, а зачем? Вот когда говорят, надо жить. Просто надо жить, и всё. Можно также рассказать про внешний вид, что с ним будет, если он спрыгнет, в каком виде он будет. А им не всё равно? Нет. Нет, да? Нет, нет. Некоторые говорят, вот я должен, посмотри, это не по понятиям, там, сейчас. Я говорю, кому ты должен, например? То есть в реальном случае вам рассказывали. Хорошо. Ну, ещё хочется узнать о информационных наркотиках. Оказывается, есть и такие, да? Есть, к сожалению. На просторах нашей жизни. Что это? Как с ними бороться? Как сделать так, чтобы ребёнок не был подвластен этим информационным наркотикам? Информационные наркотики человек получает благодаря или в результате того, что он прослушивает через наушники специальные звуки, которые деструктивно действуют на его психику и вызывают различные эффекты. Состояния. Состояния, да. Поэтому родители могут и не знать, что их ребёнок прямо в средь бела дня увлекается. Заходит в состояние, да? Да. Это можно... Нет, если он смирный, да, он никуда не бегает, он сидит у себя в комнате, он никому не мешает. Сидит у себя в наушниках и неизвестно, чем занимается. Так, товарищи родители, подойдите и спросите. Что у тебя за музыка там, да, в наушниках? Что там или ещё? Вообще просто поинтересуйтесь, почему, что он делает, чем занимается. Побеседуйтесь с ним. То есть самый главный рецепт – это контакт, взаимодействие, семейная традиция. Вот как раньше были в 90-е годы, мода такая была – я живу одним днём. Чёрно-романтика. Вот это что-то, да, вот влияние, видимо, этих 90-х разрушило семейная традиция у некоторых семей, потому что они были воспитаны вот в этом. Он живёт одним днём, а дальше что? Что дальше ты жить не собираешься? Или дальше там своим... Какое будущее ты готовишь своим детям? Поэтому ответственность, конечно, в большей степени должна быть на родителях. Кроме того, что звуки деструктивные, да, что ещё является информационным наркотиком? Вот это? Только это, да? Хорошо. То есть это аудио всё-таки, да, больше? Да. Это вот действие через слух. Через слух. Какие ещё могут быть проявления у ребёнка внешне? То, что любое вообще просто отклоняющееся поведение, какие-то заявления, комментарии каких-то... Повышается агрессивность? Агрессивность, да, повышается. Может повышаться, лучше так скажем. Потом, если вы говорите про наркотики, скорее всего, это не наркотики, да. Информационные наркотики. Назовём просто влияние, да, информационное влияние. Это, конечно, чрезвизрительный канал, когда ребёнок смотрит какие-то передачи, и туда идёт как вкрапление каких-то дополнительных элементов деструктивных, вид мёртвых тел, например, если он смотрит мультфильм. То есть любое воздействие на ребёнка, начиная с самого маленького и заканчивая на подростка, мы должны с вами чётко контролировать, что он смотрит, что он слушает, да, о чём он сейчас думает, хотелось бы тоже, да, не контролировать, а знать бы искренне, да, об этом. Конечно, важно же предлагать, что, ну вот, поконтролировали, и что. Важно предлагать, задействовать, заинтересовывать, обсуждать, а давай мы с тобой. Потому что ведь ребёнок реагирует не сколько на информацию, а на ваше мнение, на ваши реакции, на ваши эмоции. Да, действительно, чтобы эмоции эти были искренними. Вот, например, на родительском собрании нам говорят о том, что вот у детей очень хорошо развита зрительная память, да, но совсем не развита слуховая память, и мы понимаем, что действительно наши дети – это дети с клиповым мышлением, которые выросли на мультиках, на бесконечных этих самых мультиках, да, и они ещё способны воспринимать что-то зрительно, но вот на слух – как это? И вот тут мы начинаем с родителями размышлять, а как можно наших детей вот вернуть вот в то состояние, да, в котором, ну, раньше мы с вами были, а, наверное, никак, потому что мы уже совсем другие, и они совсем другие, и они имеют право на свой собственный сценарий жизни, да, но главное, чтобы он был не в состоянии деструкции, да, а в состоянии прогресса, развития, да, и выход всё-таки в счастливое какое-то состояние радости, ну, не знаю, полноты жизни, вкуса её. Почему они не слушают? Да неинтересно. Надо вести урок интересно, чтобы всё время контролировать вот это вот, притягивать к себе внимание и менять, менять. Раз у них клиповое мышление, меняем, соответственно, ход урока. Тут привлекли внимание, там привлекли внимание, какие-то интерактивные, может быть, мероприятия проводить. То есть вам кажется, что в нашей школе очень скучно всегда? Нет, я не знаю, что в нашей школе, я не знаю, просто если человек не слушает, значит, ему скучно, я могу сказать. Если у него нет диагноза гипермоторное, там, что там, поведение или как там, синдром дефицита внимания, да. Если у него нет этого диагноза, значит, ему неинтересно. Я преподаватель, вот, я веду по-другому уроки. На ваших уроках не спят? Нет. Вот отлично, потому что я вот вспоминаю действительно и уроки в институтах, и в школе, что были такие у нас предметы, когда выходишь и уже ничего не помнишь, что там было на этом самом предмете. Потому что вот так грустно было очень. Да, на предмете психологии экстремальных ситуаций и состояний не уснёшь. Не уснёшь, это действительно так. Пожалуй, тогда на этом, наверное, всё. Может, какое-то пожелание нашим слушателям, да? Любите себя и своих детей, любите свою семью. Берегите, конечно же, себя обязательно. И действительно, жизнь стоит того, чтобы её прожить, прожить ярко, прожить интересно, прожить в окружении людей, которые вас радуют и которых вы радовать можете тоже. Что вы передадите своим потомкам, подумайте. И об этом стоит тоже задуматься. Ну что, сегодня у нас была тема программы «Как уберечь детей от суицида». Мне помогала эту программу сделать Елена Емельянова, преподаватель кафедры психологии и педагогики Кировского государственного медицинского университета, практикующий психолог. Ну а с вами была семейный психолог Надежда Бушмилева. Желаю всем добра, здоровья и счастья. Практическая психология.